Приветствую вас, Олег. Вы знаете, я думаю, что в целом вы достаточно разумный человек, в целом у вас есть множество разумных мыслей, которые вы высказали в своем тексте, вот, ну, кроме, конечно, момента прелюбовь, тут как бы немножко все сложнее, чем вы представляете себе, вот. Я думаю, что есть несколько принципиальных, ну, так сказать, ошибок, которые вы допускаете при общей стройности картины, которую вы излагаете в своем тексте. Первое. Это то, что вы пошли против своих убеждений. И пошли вы против своих убеждений, судя по тому, что вы написали, по причине ваших же потребностей. То есть, какие-то потребности у вас были, что-то вы хотели в момент, когда только начали выстраивать отношения, что-то вам было нужно, вот. И вы решили, значит, к этому стремиться. И стремиться к этому вы решили, к сожалению, вот через взаимодействие с девочкой. Вот. Которая вам, ну, совершенно не факт, что подходит. Ну, просто в силу, так сказать, того, что она немножко другая. Это первое. То есть, вы уже здесь приступили через себя, вы уже здесь вышли за рамки, вы уже здесь, по сути, стали жертвой. Жертвой, ну, вот, своего поведения, можно сказать. Вот. Дальше, ну, то есть, соответственно, нужно понять, да, вот, что это было за, что это были за ваши убеждения, да, вот. Какие они, эти ваши убеждения, что они представляют из себя, вот, и почему вы решили ими, ну, поступиться, да, вот, почему вы решили ими пренебречь. Это достаточно важный момент, потому что он касается вообще напрямую ваших экзистенциальных позиций. Второй момент, который вызывают вопросы, это момент такой, что вы считаете, что можно построить заново отношения. То есть, начать все с чистого листа. Нельзя. Не построите вы отношения с чистого листа, и вы не другие. Это, к сожалению, детская позиция. То есть, это такая вот, знаете, детская убежденность в том, что мы другие, и теперь все будет по-другому. Не будет. Не будет. Опыт, который получаете вы, и который получает девочка, например, 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 его никуда не деть этот опыт. Он будет. Он будет. Он будет. Так или иначе, он будет. Игнорировать его, значит, по сути, идеализировать отношения. Ну, грубо говоря. Вот. Понимаете? Какая история. Так что, этот момент, момент такой вот, знаете, ну, скажем так, несколько детской наивности. Вот этот момент мне представляется, также необходимо выявить, чтобы вы не руководствовались сложными аспектами насчет при построении своего поведения. Дальше. Так, однажды я рассказал, что тут у меня любовь. Так, мы увиделись каждый день. Так. Следующий аспект. Вы изначально решили ее завоевывать. Понимаете? Вообще, в завоевании нет ничего плохого. Вот именно в завоевании, да? То есть, ну, как бы. Можно завоевывать девочку? Да, вполне. Можно выступать с инициатором во всем везде? Да, вполне. В этом можно. Можно и зачастую даже нужно. То есть, как бы, тут нет проблем с этим. Вот. Момент, момент в другом. Момент в другом. Что вы, вы, как мне показалось, не приняли ответственность на себя. За эту ситуацию. Понимаете? Вот. То есть, вроде бы вы начали, вроде бы вы начали брать на себя инициативу полностью. Но в то же время, вы спрашиваете девушке, чего она хочет. И она говорит вам, что вы нерешительны. Я верю в то, что вы, ну, у вас нет с этим проблем сейчас. Я верю в это. Но для девушки вы действительно нерешительны. Потому что, извините, вы начали свое поведение, начали свое отношение с одного, а теперь стали уже с другого. То есть, начали вы ее замоевывать, начали вы ее надеваться, а теперь вот история такая. Что вы теперь спрашиваете, что она хочет. А, она не привыкла? Так. Понимаете? Она не привыкла. Если бы она ориентировалась на то, что хочет, то, скорее всего, вы бы вместе не были бы с ней. Вот. Ну, потому что, как бы ответственность ее, она вот никак себя не проявляет. Она с вами быть не хотела. Понимаете? Вот. Следующий момент, который мне кажется, нужно выделить. Да? Вы пишите, что я всегда извинялся. Не мог держаться. То есть, это вот вообще как, это вообще что. То есть, вы понимаете, что это ваши чувства, из-за которых вы, вот, признали ей первым. Постоянно. Постоянно. Это ваши чувства. Понимаете? Это не ее ответственность. А мы же, наверное, ей предъявляли, что, мол, вот, я тебе постоянно пишу. Да? Первым. Постоянно тебе писал. Ну, или пишу, или писал. А, первым. Ну, вот. Понимаете, какая история? Так, а, кто же вас, как бы, ну, заставлял это делать? Вы же сами это хотели? И, извиняясь даже, и, извиняясь, сглаживая углы в тех ситуациях, когда не нужно этого делать, да? То есть, не доводя ситуацию до адекватного разрешения, либо до какой-то позиции, вы по сути отношений несли один. И от этого, конечно же, устали. Я вас понимаю. Вот. Так, нужно понимать. Нужно понимать. Вот вы говорите, что я не могу, не могу, не могу держаться. Из-за чего не могли держаться? Почему вы не могли держаться? Вот эти все ссоры, обиды, это всё, как бы, история про вас. Это история про то, как вы себя ставите. То есть, вы позиционируете это, как будто вы ссорите, да? То есть, просто стали появляться ссоры, но в действительности ссоритесь вы, Олег. Именно вы ссоритесь. Понимаете? Вот. Также вот есть некое противоречие, да, в том, что вы пишите, что девочка вроде бы такая она тихая, да? То есть, пассивная, но при этом она как-то вам и угрожает, и всё, так вот. И это ещё один момент. То есть, девочка применяет к вам игры власти. Не важно, не важно, делает ли она это специально, делает ли она это из страха, или делает ли она это ещё по какой-то причине. Не важно. Ваше важно другое. Она это делает. А вы это принимаете. Понимаете? И я не думаю, что здесь чувство любви. Понимаете? Вот я как раз думаю, я как раз думаю, что чувство любви вы обесцениваете, хотя в действительности, значит оно для вас больше. Вот. Ну, мне так видится, по крайней мере. Так. Ну, соответственно, споры, да, то есть, это всё личная ответственность должна быть, вот. Ага. Дальше. Значит, так. Вы описываете про себя, да, что он себя особо не любил, в колледже стал увереннее. Про девочку не пиши, потому что это не имеет значения. Вот. Значит, с близкими друзьями вы начинаете глупо шутить. То есть, вот для нас, видимо, вы опять же так проявляете страх близости, хотя при этом молчите, можете молчать. То есть, тут как бы тоже нужно выяснять, чем связаны эти шутки ваши. То есть, шутите здорово, но если вы уважаете человека и не хотите его сделать, то вам нужно как-то соблюдать границы. Вот. Дальше. Значит. То есть, опять же, вот вы пишите, что у вас там были первые отношения, а после трёх лет у вас эмоциональная каменность была. А здесь вы пишите, что после трёх лет у вас ничего не осталось, да. То есть, как бы, в первой части текст это вроде сформировано, здесь вроде естественный исход. То есть, непонятно. Вот. А дальше. В общем, по поводу секса, да, по поводу секса. Вы прибегаете к помощи третьих лиц. Это первое. Да? То есть, вообще, ну, по поводу вопросов личной жизни вообще. Вы прибегаете к помощи до трёх лет. То есть, вот откуда у вас такая блестящая в кавычках идея, да, у девушки, которая так долго не пускала вас, как бы, ну, к себе, да, в свой внутренний мир. Вот. У подруги девушки узнавать, как её соблазнить. Вы серьёзно думали, что её подруга, ну, не знаю, ничего не расскажет? И об этом знали. И, скорее всего, хотели этого. То есть, вы хотели, чтобы так было. Вы хотели, чтобы вас поймали. Вопрос заключается в том, для чего, зачем, почему, почему, почему вы этого хотите, чтобы вас поймали? Что вам это даёт? Вот. Вы так внимание получаете к себе или что? Дальше. Следующий аспект. Связан с вашим сексуальным поведением, да. То есть, вы, значит, ну, высказали девушке о своих сексуальных предпочтениях, да, и сказали, что вам, ну, вот, вам хочется секс там и так далее. Вот. Соответственно, девочка ваше предпочтение не одобрила, да. То есть, она сказала, что нет, 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 нет. Вы говорите о том, что, ну, я согласился в надежде на то, что она будет сама предлагать. Какой стать? Почему она должна сама предлагать? То есть, по сути, это была манипуляция, опять-таки. Вот. По сути, это были действия, за которые вы не отвечаете. То есть, как бы, она вам говорит, да, я не хочу с тобой секса сейчас. Вы говорите, ну, хорошо, да, я тебя, меня это устраивает. А в действительности вас это не устраивает. Понимаете? Какая ссора. То есть, вы изначально, вы изначально занимаете такую позицию, да, которая является проигрышной для вас. Вот. И то, что вам причиняет неудобства. Вот. Понимаете? Это примерно та же история, что с убеждением. То есть, вот, убеждение пожертвовали, да, в итоге, себе навредили, навредили. Здесь, значит, значит, своими интересами пожертвовали сексуальными. Кстати, а для чего? Ну, тоже, соответственно, себе навредили. Вот. И так во всём. Понимаете? То есть, грубо говоря, девушка, она не изменится по отношению к, эээ, в отношениях с вами. Может быть, с кем-то другим она изменится, но в отношениях с вами она будет такая пассивная, она не будет активная, не будет проявляться без себя более активная, понимаете? Вот. И новые отношения имеют смысл, то есть, как бы, ну, пытаться построить новые отношения имеют смысл только в том случае, если вы, да, если вы откажетесь от идеи той, что начинается сначала, это иллюзия, да. Если вы будете принимать её такой, как они есть, и высказывать ей свои, эээ, соответственно, ну, желания, да, и больше заботиться именно о своих интересах. Вот. Если вы будете так делать, и плюс, подкорректируйте все моменты, которые я озвучил. что вот в таком случае все возможно более чем и все реально более чем для вас. Все реально более чем, вот. Понимаете? Понимаете? Но именно, именно только через вот такой подход, только через корректирование именно этих аспектов. Вот. Понимаете? Давайте я сейчас посмотрю ещё раз. Эм, так, значит, эм, так, инициатором всех приглашений был я, да, то есть вы полностью берёте на себя все ответственно за девочку, это безусловно. Вот. Ага. Так. Получается, что здесь вас связывает уже только секс. Вот ближе к концу вас связывает только секс, получается. Тут тоже надо посмотреть, что вас объединяет, соответственно. Дальше. Пустяк. Ага. Знаете, вот как бы, если вы в отношениях человека, да, то ориентироваться вам нужно. На него. Ну вот. В том, что касается пустяков, не пустяков. На него, не на себя. То есть для вас пустяк? Для него нет. Вы либо принимаете эту позицию, либо нет. Понимаете? Обесценивать то, что она говорит и то, что она считает, да, обесценивать. Не стоит. Обесценивать не стоит. Обесценивать не стоит. Значит у вас ничего не получится. Для нее это, для нее это не пустяк. Не пустяк. Все, вы принимаете. Вы принимаете данную ситуацию. Вы ведете себя так, а вот это не пустяк. И, соответственно, извиняйтесь, там просто вращение и т.д. Если вы хотите быть в отношениях с этой девочкой. Вот. Вы можете говорить о своих чувствах, вы можете говорить о своих желаниях. Вы можете делать это. Но это вы можете делать, когда уже нет мобилия. То есть когда девочка ведет себя, ну, более адекватно с вами. Вот. Также посмотрите в интернете про анальный тип. Просто вот анальный тип личности пропишите. Я думаю, что вы найдете про свою девочку много интересных вещей. Очень на это похоже. Вот. Ага. И вот только в этом случае вы сможете построить что-то. Понимаете? То есть вы, ваша ошибка в чем? Что вы перестали принимать девочку такую, какая она есть. Вы стали менять свою модель поведения в отношениях с ней. И стали от нее требовать другого отношения к себе. А это так не работает. Знаете? Вот. Другое дело, что вы можете сказать, что вот, знаете, вот меня не устраивает. Например, наша сексуальная жизнь, да, как бы, давайте что-то придумаем на этот счет. И она, там, допустим, выразит что-то, вот скажет, нет, прости, меня это не устраивает. Я тебя очень люблю, да, но меня это не устраивает. Извини, пожалуйста. Вот. Соответственно, что мы можем с этим делать? Давай, там, к психологу обратимся или что-то еще. Знаете? С другой стороны, с другой стороны, вы можете сразу поставить здесь, как бы, ну, не условие, а высказать, что если она не будет проведать инициативу, да, то, как бы, смысла в отношениях вы не видите. Тогда строить отношения. Так что вы хотите видеть обратную связь. Но вам нужно честно ответить себе на этот вопрос. Хотите ли вы видеть эту обратную связь? Если хотите, так и скажите об этом. Ну, обязательно ответим на то, что она, скорее всего, даст вам априцательный ответ. Ответ. Вот. Ну, вообще, я могу сказать, что вы друг другу не совсем подходите именно вот по... по элементам личности, да, не подходите вы друг другу. Вот. Ну, мне так видится. Вот. То есть, я здесь, конечно, могу осиматься, но вот чисто по совместимости вы не подходите друг другу, к сожалению. Вот. Поэтому тут вот уже смотрите сами. Смотрите сами. Вот. Ну, то есть, я вам, вот это вот, мое мнение такое, на этот счет. Вот. Естественно, естественно, то, что вы плохо сближались, да, с людьми, это, естественно, проблема. Да, то есть, вы в колледже стали сильнее чисто за счет, ну, чисто за счет возможности какого-то веселья, да, то есть, вот. А, как бы, гармонией, да, это назвать нельзя никак, понимаете, да? Вот. Поэтому здесь вот такая история. Так, решайте сами, Олег. Я думаю, что это, действительно, у вас, скорее, привязано, что-то там, что вы описываете, но, может быть, и любовь, если вы хотите сделать ее счастливой, делать, если вы хотите сделать ее счастливой, но для этого нужно брать ответственность на себя за это. И не требует ничего за меня. А вы требуете, и в этом вся проблема. А если у вас остались вопросы, пишите в личку, буду ротануть, если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим, я желаю вам всего самого доброго и удачи. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо. Спасибо. Спасибо.